ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А я хочу сегодня поговорить на одну, по крайней мере для меня, как для слушателя и просто как для человека верующего на одну такую интересную тему. И я хотел бы прежде открыть Якова, послание Якова, 4 глава, где 6 стиха написано. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот интересно, мне кажется, порой, сколько я прохожу в своей жизни, мне кажется, смирения человека меня, вот смирения меня человека нет. Ну так не хватает благодати, а? Ну вот так не хватает благодати. Я уж и дома смиряюсь, я уж и в церкви смиряюсь, и аж я где только не смиряюсь, и вот так хочется больше благодати. А ее все не хватает и не хватает. Вот такая тема сегодня интересная. И вот боюсь, чтобы никого не обидеть, вы не обижайтесь, пожалуйста, если я как-то вот, может, кого-то вот задену, затрону. Но прежде всего, я на самом деле говорю себе, потому что я всегда знал, кто вот такие смиренные люди, сокрушенные. Я смотрел на служителей Божьих, и мне казалось, я вот с них брал пример, вот такие смиренные, вот такие сокрушенные, вот такие помазанные. Но я не знал их жизни, я не знал, что они вообще в своей жизни проходили. А хочется узнать, а кто же такие гордые? Вот есть среди нас вообще гордые люди или нет? Я думаю, что работа Божья будет с нами до конца нашей жизни, правда? Мы так умеем скрывать свою гордость, мы улыбаемся, мы такие добрые, мы такие отзывчивые, мы все, мы так научились спрятать, но порой, вот не спрячешь, вот выходит она куда-то, да? И в самое порой ненужное время, вот она выходит, и ты не знаешь, что сделать. Послушайте, это нормально, идет процесс. Бог совершает свою работу с каждым из нас, и если Он допускает какие-то ситуации в твою жизнь, это не для того, чтобы тебя унизить, это не для того, чтобы тебя оскорбить, обидеть, а для того, чтобы показать еще тебе твое несовершенное сердце. Аминь. Что еще надо работать? Что все нормально, что Бог тебя любит, и даже такого Он тебя не отвергает, из-за такого, какой ты есть, Он умер за тебя на Голгофском кресте. За тебя заплачена огромная цена, Он никогда не откажется от тебя. И если бы, какие бы ты искренне не исповедовал грехи в своей жизни, они будут омыты кровью Иисуса Христа. Он взял на Себя все наши немощи, все наши болезни, все наши грехи. Ранами Его мы исцелены. Поэтому не смущайся, идет процесс. Благослови, Господь, каждого из нас. И вот знаете, я хотел бы действительно начать с того, что гордость, она обидчива. И я уже об этом говорил, что мы очень часто на какие-то вещи обижаемся. Почему в моей жизни это произошло? Почему в моей жизни это случилось? Я с детства мечтал стать музыкантом. Я в прошлый раз, когда был, об этом говорил, но кое-что напомню. И знаете, я к этому стремился. Я прилагал все свои старания, все свои усилия. И я тогда еще не знал, что во мне это заложено Богом. В 16 лет я уже пел на профессиональной сцене. Это была центральная танцплощадка города Тюмени. Танцевальный зал, где собирала вся молодежь. И я три отделения пел там в 16 лет. О, сколько во мне потом поднялось. Оказывается, я могу, оказывается, я сколько во мне. Но я еще не знал, что эти способности и таланты какие-то, они были даны мне Богом, заложены, чтобы я прославлял Его. И сколько всего во мне поднималось. И вот написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Однажды я вот в своей жизни пастырской даже ощутил о том, что, ну что-то остановилось, ну что произошло. Ну почему так в моей жизни? И знаете, я размышляя, молясь, вдруг начал видеть в своей жизни проявление, реальное проявление полотской человеческой гордости. И в чем я это заметил? Написание говорит, дает благодать. И Библия говорит, Ефесянам, благодатью вы спасены. Мне уже не так, знаете, как-то стало удобно проповедовать, кем я раньше был. Что я был когда-то, знаете, был вроде как бы и музыкантом и так далее, а пришел к тому, что просто-напросто спился. И просто умирал от алкоголя. И просто не знал, что делать, не имея среднее, высшее образование, таланта и способности. Библия говорит, Бог знает, как смирить ходящих, что? Гордо. И вот однажды в 92-м году я склонил свои колени, а Боге-то ничего не знал, пришел домой, жена посмотрела на меня и говорит, да, тебя только Бог может исправить. То есть, она уже не верила. И я пошел на кухню и правда, вот так сел на стул и говорю, вот, а может правда ты есть Бог? Вот меня никто не мог исправить, ни образование, ну, ни способности, ни таланты, ни друзья, ни врачи. Никто, никто. Кто, может есть ты Бог на самом деле? Может ты действительно можешь меня исправить, сделать меня другим человеком? Никто. И вы знаете, и вдруг я говорю, не знаю откуда, вышла такая фраза, если ты поможешь, исправишь меня, я всю жизнь буду служить тебе. И вдруг в этот момент, знаете, это 92-й год, еще церквей в Тюмени не было, январь месяц, только летом приют евангелисты, и вдруг мне, падшему грешнику, сошла такая сила, я вообще не понимал, что происходит. Сошла такая сила, окутала меня, прошла через меня, наполнила меня, и я в одно мгновение понял, что я не буду прежним. Я не останусь таким, каким я был. И Бог начал менять меня, Бог начал изменять меня. Через три года я пришел, переступил порог церкви. И знаете, вот я начал ходить в церковь, начал читать Библию. Конечно, еще раз там покаяние произнес в церкви. Вот, и я почувствовал, что что-то есть внутри меня, что кто-то меня окружает. Я работал в одной фирме, это было середина 90-х годов, я работал в одной очень серьезной фирме, которая занималась экспортом на зарубежье, и оттуда тоже приходил импорт, его надо было растамаживать, этот импорт только все начиналось, таможни. И я работал тем, что я занимался растаможкой всех товаров, вагонов, эшелонов, которые приходили на нашу фирму. И это очень ответственный момент, это только все начиналось, я был за этим ответственный. И знаете, у меня как-то ловко все начало получаться. Я со всеми находил общий язык, и я мог как-то подойти к людям, и мне как-то открывались везде двери, и я всему научился правильно заполнять декларации, правильно все заполнять. И если даже где-то, а я только начинал ходить в церковь, и если даже какие-то цифры не совпадали, и я научился все, как надо переделывать, все, как надо делать, все, я делал все документы, все было хорошо, до той поры, пока не пришел в таможню новый начальник отдела, который меня не знал, и как-то вот он ко мне, к такому ловкому, не испытал особой симпатии. И вот пришел такой большой товар, эшелоны пришли с грузом, и мне надо растамаживать, и вот незначительно какая-то неточность, она роли большой не играет, не играла. На нее можно было реально закрыть глаза, это никому бы не помешало, но он не закрыл. И отдается время на растамаживание товара, давалось. И он не закрыл, и он говорит, переделывайте документы, мы посылаем туда, они говорят, переделать не можем, уже так оформлено, груз прошел границу, по-другому не можем переделать, все уже так оформлено. И я уже давай в церкви молиться, и церковь давай молиться, и церковь за меня молится, и я уже прихожу к нему, прихожу. Он говорит, я же тебе говорил, не получится, ничего не будет. Я тебе не переделаю. Я понимаю, товар обратно не отправишь. Здесь все, значит, что? Либо вот что-то со мной, либо я не знаю, что может. Я уже так давай молиться Богу, в постах, на коленях. И помню, Бог говорит, внутри, Бог говорит, иди. Я прихожу в эту таможню, подхожу к нему, он мне прямо в глаза говорит, я же тебе сказал, больше не приходи. Я говорю, ну я вот последний раз вас хочу попросить, ну войдите в положение, ну посмотрите. Он говорит, я же тебе сказал, больше не приходи. Я помню, вышел из его кабинета, и прямо сказал, Господь, ты же мне сказал прийти. Ну вот что мне делать, Господь? Я же так молился, церковь молится, и вот все молятся, и я молюсь в посте все время. Бог, видимо, производил такую работу в мое сердце. Я выхожу из этой таможни, а у меня машина была такая хорошая, по тем временам, девятка, мокрый асфальт, модно так, все, все хорошо. И представляете, я выхожу, и перед у моей машиной разбитой. И я смотрю, ну надо же. Бог сказал, едь. И я приехал, пришел, меня выгнали из кабинета, они ничего не дали. Выхожу, и машина разбита. И я сел в машину и думаю, ну это вообще Бог. Я даже не знаю, вот как быть. Я просто не знал, о чем думать. Сел, начал молиться, молиться. Думаю, Господи, ну как мне? Ну так обидно на сердце. Ну так горько на сердце. Почему? Да потому что ты не знаешь, чем все закончится. Ты смотришь только на обстоятельства. О, смотрю под этим, под ветровиком записочка. Там номер телефона. Это я, разбила вашу машину. Позвоните по этому телефону. И про себя думаю, звоните, а не звоните, какая-то девушка. Сейчас будешь с ней выяснять эти. Ну ладно, думаю, позвоню. Звоню. Она говорит, сейчас я подъеду. Подъезжает, и выходит начальник этого отдела. Оказывается, это его жена. Разбила мою машину. Он на меня идет, смотрит, улыбается. Я все понял сразу, говорю, ремонтировать не надо. Я сам отремонтирую. Пойдем. Все документы были подписаны. Все было сделано. Все было... Вот до чего-то Бог доводит. Когда у нас что-то получается, когда у нас что-то выходит, когда все складывается, когда ты такой успешный, когда кажется, ты выше других, лучше других, вдруг Бог берет тебя, опускает, как в той притче на самое глубокое дно самого глубокого ущелья. И начинает смотреть, а что с твоим сердцем? И второзаконие, восьмая глава, второй стих, говорит, и помни весь путь, которым вел тебя Господь. Зачем? Чтобы смирить тебя. Чтобы испытать тебя. Испытания придут. И для чего? А чтобы узнать, что в сердце твоем. Поверьте, Бог даст такие испытания, ничего не спрячется. Все выйдет из сердца. Да или нет? Все выйдет из сердца. Я уже тогда научился, что больше всего хранимого надо хранить, что? Сердце свое. Поэтому благослови нас, Господь. Потому что что-то сегодня в твоей жизни происходит. Возможно, что-то остановилось. Возможно, какие-то ситуации пришли в твою жизнь. И кажется, ты еще недавно молился, руки поднимал, был наполнен Духом Святым. А сегодня ты проходишь такие трудности, такие испытания. и ты не знаешь, что с этим делать. Я лично был свидетелем одного пожилого пастора. Он рассказывал, приходит, говорит, ко мне один брат и говорит, дорогой пастор, вот у меня такая проблема. Вот что мне делать? Тут послушал, послушал, и говорит, смиряйся, брат. Ну, хорошо. Через какое-то время приходит он, этот же брат, и говорит, пастор, у меня вот еще вот такая-такая-такая проблема. Он его выслушал, выслушал, и говорит, смиряйся, брат. Прошло еще время, опять приходит этот брат и говорит, пастор, у меня вот такая-такая-такая проблема. Он ему опять говорит, ну, что делать? Смиряйся, брат. Он говорит, да сколько можно смиряться, пастор? И пастор отвечает, я, говорит, больше сорока лет пастора пересмиренного, говорит, еще ни одного не видел. А недосмиренных много ходит. Вот вы встречали в своей жизни пересмиренного человека? Поэтому я верю в то, что у Бога есть призвание для каждого. Я верю, что у Бога есть предназначение. Я верю, что Бог нас избрал прежде создания мира. Я верю, что Бог хочет осуществить свой план, ввести тебя в твои обетования. Я верю, что Бог хочет совершить через тебя великую свою работу. Но насколько сегодня ты позволяешь Богу работать с твоим сердцем, доверять Ему, настолько Бог воплощает свой план в тебе и через тебя. Халлилуйя! Знаете, я даже скажу такой момент, вот такое скажу. Просто это в жизни я понял такую вещь. Вот если ты реально в своей жизни что-то сделал серьезное для Бога, или Бог через тебя что-то сделал, мощное, сильное, что повлияло, что-то изменило, что-то совершило, если ты реально Бог через тебя что-то сделал, и ты за это ничего не получил от дьявола. Если в твоей жизни никаких проблем не произошло, послушайте, это еще не настоящее доброе дело, которое ты должен сделать. Мы же уже часто огорчаемся. Бог, я же столько дружусь, я же столько делаю, я же дома, я же на работе, я же в церкви, я же везде, ну почему у меня так? Потому что точка отчета ты. Но когда Бог точка отчета, Бог, да будет как воле твою угодно. Аминь или нет? Вся проблема в том, что мы себя считаем точкой отчета, мы себе выбираем, как должно быть, как должно быть устроено в моей жизни. Если я для Бога делаю, тружусь, жертвую, тогда в моей жизни должно... Но Бог ведь может испытать в любой ситуации тебя. Аминь или нет? Прежде чем благословить, Бог может испытать тебя. Поэтому Писание говорит, если делаешь добро, не поднимаешь лица. Тебе не важно последствия, важно, что Бог делает через тебя, за это благодари Господа. Аминь? Если Бог через тебя поет, молится, если Бог через тебя проповедует, служит другим людям, людям жертвует, не важно, что происходит, главное, что Бог движется через тебя. А если Он движется, Он все и устроит. Аминь? Поэтому благослови Господь нас обильно, обильно, обильно. Аллилуйя! Давайте дальше пойдем. Я вот просто некоторые вот моменты подчеркиваю, в чем она проявляется, гордость. Гордость всегда уверена в своей правоте. Ну, разве мы не были уверены в своем мнении? Разве никогда не хотели навязать мнение кому-то? А когда нас не слышат? Потому что мы уже перестаем слышать других людей. Мы говорим вот так, я так вижу, я так понимаю, так должно быть, и хотим навязать. Я думаю, можно было бы много рассказывать, много можно было бы говорить. Я тоже проходил эти все вещи. И ты точно знаешь, что ты уверен, уверен, что это вот так должно быть. Да, ты доказал, но человека ранил. Пользы не принесло. Результата нет. И что еще нужно делать? И ты вроде прав, а тебе надо идти и извиняться. послушайте, извините, я вот, знаете, неправильно поступил. Не надо извиняться так, что, знаете, я по сути-то прав, я вот по форме неправ там был. Нет, так не надо извиняться. Надо просто прийти и сказать, простите. Знаете, есть такая интересная присказка, знаете, евреи, вот они умеют извиняться. Вот как не надо. Пришел к раввину один там, еврей говорит, а Мойша при всех сказал, что я плохой человек. Тот позвал Мойшу, говорит, завтра скажи при всех, что Зяма хороший человек и извинись. Он говорит, хорошо. На следующий день Мойша при всех говорит, вы знаете, Зяма хороший человек, но вы уж меня извините. Вот гордость она как-то так умеет. Вот остаться при себе. А Бог-то видит сердце, правда или нет? Бог работает с нашим сердцем и Бог хочет что-то произвести в нашем сердце. Послушайте, еще раз, Бог гордым, осмиренным, незаслуженную милость, незаслуженное благословение. Я просто смотрю порой на свою семью, на своих детей, и мне, они все в прославлении, и меня спрашивают, ну как это у тебя так получилось? Я говорю, Господи, если бы у меня получилось, наверное, они никогда бы на сцене не стояли. Правда? Я так благодарен Богу. Это не моя заслуга, это Божья благодать, это Божья милость. Иногда нам кажется, почему наши дети, почему наш муж, почему наша жена? И не замечаем порой, что мы в духовном становимся преградой. Смирись, сокрушись, взящи Бога, наполнись, благодари Его за то, что есть. Пусть сегодня твои дети не ходят еще в церковь, пусть сегодня муж противится, пусть может быть жена, благодари Бога за то, что есть. Ты увидишь умножение благодати в своей жизни. Научись благодарить Бога за то, что есть. И, но как хочется ведь себя пожалеть порой. Эй, Бог, я ведь столько делаю. Я ведь, а мне что? Придет время, когда ты Ему откроешь полностью свое сердце и будешь говорить действительно под Духом Святым. Господь, я еще гордый, я еще обидчивый, я еще ропотник, я еще взрываюсь порой, я еще это. За что Бог любил Давида и говорит, восстановить, скини у Давида в упадшую, поклонение, исповедание своей неправоты перед Богом. И когда ты открываешь Ему свое сердце в своих тайных комнатах и говоришь Богу все, что сегодня не так, а это действие Духа Святого, приходит время, когда Бог начинает очищать, Бог начинает давать тебе силу. и на что ты смотрел может быть с огорчением или со слезами когда-то, ты сегодня смотришь с улыбкой, ты уже это прошел, тебя это уже не так касается. Аллилуйя! Интересно, когда Бог апостол Павел Саввел еще тогда, он был уверен в своей религиозной правоте. И в своей религиозной правоте он настолько был уверен, что он гнал христиан, сажал их в тюрьмы, участвовал, как там написано, в побивании камнями. Но однажды, я думаю, многие из вас читали эту историю, когда он ехал в Дамаск, он реально встретился с Богом. Он пережил Бога, и что ему Бог сказал? Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Послушайте, сколько раз в моей жизни было, когда я реально ну, давайте скажем, как есть, гнал Бога, я гнал Его желание, я гнал Его действия Духа Святого, доказывая свою правоту, может быть, своей семье, или где-то еще в братстве, или кому-то еще. А Писание говорит, то вы, прилагая ко всему все старание, не доказывайте, а что? Покажите в вере вашей. Вот, какие у тебя отношения с Богом есть, покажи. Чем глубже отношения, тем больше ты можешь показать. Аминь. Можно сегодня сказать, большие собрания, большие слушания, все, Бог действует, все началось, послушайте, как мы остановим действия благодати, как мы перестанем сокрушаться, смиряться, доверяться Господу, исповедоваться, давать Его возможность изменять нас, все может остановиться. Ну, так или не так? Мы иногда, ну, не думаем об этом, что все может остановиться. И очень часто это и останавливается. Для того, чтобы произвести работу в нашем сердце. Что не твоими силами, не твоими способностями, не твоими талантами, не воинством и не силой, говорит Господь, но Духом Святым. Аминь. Хорошо, идем. Гордость не любит учиться. Господь, Продолжение следует...